Эрудит пятерка Мы решили сделать экстремальную игру Такого у нас, по-моему, еще никогда не было Потому что сегодня у нас простые школьники противостоят студентам Слева от меня, возле красных шарфиков в своих форменных толстовках Студенты Международного университета МИЦО А справа от меня в своей форме учащиеся 25-й школы Или, как сейчас говорят, обучающиеся Ученики 25-й школы, ученики класса правоведов Вот такие замечательные ребята Итак, студенты против школьника Пару слов к Анастасии Наоменко Которая капитанит у нас в МИЦО Настя, в арена моей молодости это расшифровалось Международный институт трудовых и социальных отношений Сейчас есть какая-то расшифровка? Сейчас мы просто Международный институт МИЦО МИЦО, да? А чего у вас учат, Настя? У нас есть факультет правоведения Также логистика Мы можем быть как юристами Вот все как раз здесь и собрались Будущие юристы Отлично А вот вам противостоят правоведы Илья Луньков, капитан команды правоведов Пару слов о вашем классе Почему у вас правоведческий класс? Потому что у нас идет курс на русский язык Обществоведение и английский То, что нужно для поступления в дальнейшую Академию МВД Ух ты, так вы целитесь Не больше, не меньше, как Академия МВД Это серьезно То есть вы у нас будете охранять правопорядок А вы будете присматривать за тем, как они охраняют противопорядок Правильно Блеф-игра Начнем с этого Проверим наше оружие Проверим нашу интенсию Проверим нашу быстроту Ну и главное нашу систему электронную Настя, кто у вас блеф-игру подтянет? От нашей команды пойдет Роман Роман, хорошо Илья у вас? Мария Мария? Роман против Марии, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Маша, Маша, Маша! Итак, внимание Нужно нажать кнопку и ответить Да, либо нет Потому что иногда ведущий говорить чистую правду А иногда на голубом глазу врет Итак, внимание, поехали Верите ли вы что? Илья Муромец победил словья разбойника по дороге в Киев Маша? Нет Как нет? Он стоял за утренню в Амуроме А к обеденке хотел поспеть в Остольный Киевград Так что, Маша, не получилось у вас взять 5 очков Играем Верите ли вы, что в Китае дракон это отрицательный персонаж? Маша, у вас фальстарт За этим очень строго следит наш электронный судья Прошу вас Нет Да, дракон добрый, умный И помогает хорошим людям АПЛОДИСМЕНТЫ Но это в Китае Так что, если вы повстречаете дракона Сразу спрашиваете Он китайский дракон или европейский? Европейский вас съест А китайский вас куда-нибудь может даже отнести За смешную сумму Играем Верите ли вы, что от нас созвездие Кассиопеи не видно? Маша? Верю Выйдите ночью сегодня И вот там, где созвездие такой буквой W Это и есть Кассиопея Вот поближе к полярной звезде посмотрите Теперь вы это знаете Играем Верите ли вы, что в Москве больше жителей, чем во всей Беларуси? Фальстарт у вас, Фальстарт у вас, Роман И Маша может сказать Нет, я не верю Не верите в это? Тоже серьезно Да, я тоже патриот Я тоже в это не верил, пока не посмотрел статистику В Беларуси живет 9 миллионов с лишним А в Москве, Большая Москва, это 12 миллионов Ну а со всеми мигрантами там чуть ли не 20 Что-то вам, Маша, не везет Играем Верите ли вы, что кот-ученый заводил песню, когда шел налево? Прошу Можешь поставить вопрос, пожалуйста? Не, я не Олесь Мухин, я не повторяю вопросов Так, когда заводил песню налево, да? Да Да Идет направо, песнь заводит Налево, сказку говорит Итак, после блеф игры Это странная у нас блеф игра получилась Я сумел запутать, задурить мозги нашим игрокам 5-0, впереди Миццо Дуэль игра, играем Дуэль игра, пять тем, пять боев Прослушайте, пожалуйста, и решите, кто какую тему на себе готов здесь Первый бой, поединки Ну вот, как у нас, поединки Второй бой, удивительные существа Третий бой у нас называется точные науки Ну то, что учили в школе, правоведам ближе Странные континенты, четвертый бой И пятый бой Умные мысли Будете продолжать, заканчивать И уточнять мысли великих людей Итак, пять тем, пять секунд Поехали! Пять секунд и стекли Итак, Анастасия Наоменко Кстати, я напоминаю, что с командой Анастасии Наоменко В Миццо работает Ольга Лидна Известный тренер, фамилия, которая слишком известная, чтобы ее называть В общем, это филиал клуба «Белая рысь» Ну, в принципе, и правоведы тоже филиал клуба «Белая рысь» в каком-то смысле Потому что Илья в клубе давным-давно Работает с этой командой Татьяна Анатольевна Шевелева Спасибо им Ну что ж, начнем наш поединок Анастасия, кто отправляется поединничать? Никита Никита, секундочку, Никита По команде вперед Я вижу, что вы рветесь в бой Кого отправляет в бой Илья? Аня Итак, Никита против Ани Вперед! Аня! Аня! Хорошо Начнем по ликтопочке, играем Поединки Именно его победил с помощью прощи библейский герой Давид Пошу Голиафа Голиафа, конечно же Простой вопрос С этим зверем, с этим зверем, с этим хищником В рукопашную сражался лермонтовский герой Мцири Да Барс Как барс пустынный, зол и дик Да, плюс пятничку Аня, я за вас Так называли поединок Французские мушкетеры Прошу Аня Дуэль Дуэль, браво! А этот человек вступает в единоборство с быком на кориде Ториадор Ториадор или Матадор, да И последний вопрос Поединком Пересвета с Челубеем началась эта историческая битва Что же за битва такая? С одной стороны Мамай, с другой Дмитрий Тонской А это Куликовская битва Именно в начале Куликовской битвы Монах Пересвет, богатырь Пересвет Победил вражеского богатыря Челубея Счет у нас после дуэль игры 20 студенты, 5 школьники Играем! Удивительные существа Настя, кто у вас спец по разным там вампирам, русалкам и прочим нечисти? Сергей Хорошо, спец по русалкам, так и запишем Илья, у вас Маша Маша О, Маша, да Просто Баффи, истребительница вампиров Итак, Сергей против Маши, вперед! Это удивительное шотландское существо Все ищут, но никто пока его не видел Лохнесское чудовище Иринесси просто, браво! Он любил всем загадывать одну и ту же загадку На большую ума не хватало, видно Кто не отвечал, съедал Огр Огр, понятно Я услышал ваш ответ, прошу вас Сфинкс Сфинкс, конечно! Эта птица регулярно возрождалась из пепла Прошу Феникс Феникс, отлично! Американцы называют его Бигфутом На Востоке Йети А ученые-то вообще обзывают его Гминит Ну, Йети, Бигфут Это снежный человек Поздно, поздно, поздно Я уже начал отвечать И заканчиваем Этот сказочный зверь Мог менять направление движения на противоположное Не разворачиваясь Леший Леший? Нет, тоже мне сказочный зверь Я недавно сам его видел Прошу Нет? Не читали сказку про доктора Дулитла Или про Айболита? Тяни, толкай Двуголовый зверь Именно вот об этом удивительном существе двуголовом И шла речь Маш, вы потрясающе сыграли Вы сравняли счет 20-20 Играем дальше Я понимаю, конечно, что юрист и точные науки Это далекие вещи друг от друга Что юриспруденция, скорее всего, искусство, чем наука Но, тем не менее, Анастасия, вы называете игрока Роман Роман Будем готовы? Илья, у вас? Слава Роман против Славы Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слава! 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 Итак, поехали Атомный номер водорода Один Один, конечно же АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы уже знаете, что 13 17 это простое число 8 оно никакое не счастливое А вот следующее простое число после него ПИК Прошу Тишина 17 17, да Делится на самого себя и на язык Их на небе 88 Тихо На небе 88 созвездий Звезд там несколько больше Теперь вы это знаете Омметром Омметром Измеряют Его Да Омы Омы Ну Омы Это оно в омах Измеряется У соперника есть шанс ответить Ну Напряжение Напряжение Измеряется вольтметром Поздно-поздно Сила тока Амперметром Ну сейчас скажите Ну пятничка уже не получена Ну что? Противление Сопротивление, конечно же Теперь вы это Узнали еще раз И заканчиваем Автор специальной и общей теории относительности Именно он Да Энштейн Альберт Энштейн, конечно же Итак После точных наук 30-25 Студенты впереди на 5 очков Следующий бой Страны и континенты Географическая тема Настя Андрей Понял Илья Лиза Лиза Андрей против Лизы Вперед Этот континент Самый плоский Прошу Австралия Австралия, конечно же Ниагарский водопад Находится на границе Этих двух стран Фальстар у вас И у Вашего соперника Есть шанс Северная Америка Между Северной Америкой Это да Страны сейчас Ну смелее Много ли стран Северной Америки у нас Канада и США Канада и США Конечно же На этом языке Говорят в Чили Испанский Испанский язык Павло Неруда Великий чилийский поэт Писал именно по-испански Играем Мария Уэдделла Беллинсгаузена И Росса Омывают этот континент Прошу Антарктида Антарктида, конечно Сама себе удивляется Антарктида Знаете вы Все прекрасно знаете Играем Гимн этой страны Начинается так Прошу Польша Больше конечно же Итак 45-35 Нив отпускают Студентов Школьники Игра практически равная А у нас следующий бой Играем Настя оставила за собой Тему Умные мысли Да Илья у вас Тоже я Капитанский бой Поехали Анастасия Науменко Против Ильи Лунькова Умные мысли Караенко Сказал Человек Создан для Счастья Как птица Для чего Фальстарт У вас Илья Настя У вас И шанс Для неба Для полета Теперь вы это знаете Великолепная фраза Все мы созданы Для счастья Играем Энгельс Он Источник Всякого богатства Он Сделал Из обезьяны Человека Настя Ум Да нет Что вы Труд Труд конечно Трудитесь Трудитесь И с помощью труда Вы превратитесь В более Высокое существо Парадокс От Ринара Парадокс Только оно Не теряет Времени Бытие Бытие Не теряет Времени Настя Время Время Да Вот такой Парадокс Только время Только время Свободно От потери Времени Вы правы Плутарх Природа Дала человеку Два уха И один Язык А для чего Да Слушать и говорить Ну понимаю Правильные глаголы Вы произнесли Теперь вот Оснастите их Другими словами Итак Два уха Один язык Созерцать Понятно Созерцать Илья может вы догадаетесь Понимать Понимать Два уха И один язык Чтобы меньше говорить И больше слушать Теперь вы это знаете Замечательная фраза И заканчиваем Гёте Простой Как Немецкий Автобан Афоризм Праздная жизнь Это преждевременная Илья Смерть Да Итак После умных мыслей Илья Сумел сократить разрыв 50-45 Следующий бой Итак На нашей экспериментальной игре Студентам Международного университета МИЦО С успехом Сопротивляются Противостоят И не дают им оторваться Простые школьники Правоведы Из 25-й Гомельской школы У нас тест игра Тестирование для вас Дорогие студенты МИЦО Уже давным-давно Позади И забыто Для вас Наши школьники Правоведы Это еще Будущее Ну вот попробуем Потренируемся Итак Тест игра У нас Тема Учат В школе Настя Кто еще не забыл Чему учили в школе Никита Никита не забыл Подождите Никита Вы все время рветесь в бой Илья Кто у вас Слава Слава Да Никита против Славы Вперед Я знал Смолет Я просто кнопку Вызвал социальный замен Итак Поехали Начнем Закон Всемирного тяготения Открыл А. Ньютон Б. Энштейн С. Гей. Люсак Прошу Ньютон Ньютон конечно же Слова Стеклянный Оловянный И деревянный Пишутся А. С одной Н Б. С двумя Н С. С тремя Н Прошу С одной С двумя Н С двумя Н конечно Запомните навсегда Стеклянный Оловянный Деревянный Проложаем Тычинка Это А. Женский Орган Цветка Б. Мужской Орган Цветка И С. Универсальный Орган Прошу Мужской орган Мужской Конечно же Браво Несмотря на то Что она Женского рода Алгебраическое Уравнение Второй степени Называется еще А. Треугольным Б. Квадратным И С. Кубическим Прошу Квадратный Квадратный Орган Отлично В дореволюционной Школе Русской школе Для Изучения Был обязателен В качестве Отдельного Предмета А. Закон Божий Б. Закон Ома И С. Закон Джунгли Прошу Закон Божий Закон Божий Да И Никита Несмотря на то Что он Сейчас вот Я знаю Не совсем здоров Больной Практически Пришел на игру Но держится Держится Как российские Хоккеисты В матче с немцами А вот Вывел свою команду Вперед 80-60 Следующий бой Пришел черед слайд игры Но мне показалось Что на экспериментальной игре Давать элементарную азбуку А. Аквариум Б. Барби В. Велосипед Как-то вот Не к лицу Все-таки Будущие юристы Будущие студенты Академии МВД Вот Не знаю Поэтому у нас будет Знаменитое сооружение Чудеса света Ну в общем Все то Что вы в Гомеле Легко можете увидеть Зайдя в сквер Имени Андрея Андреевича Громыка Или в пионерский скверик Как назывался он В моем детстве Итак Кто готов Узнавать Знаменитое сооружение От нашей команды Андрей Андрей А от вашей команды Лиза 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 Итак Андрей против Лизы Вперед Ничего жать Не нужно Расслабьтесь Итак Выигрывающая сторона Андрей Начинаем С вас И будем по очереди 15 очков Стоит каждый Правильный ответ 10 ответ На подборе Итак Итак Что перед вами Микрофон Три Две Одна Лиза Может вы узнаете Пизанская Пизанская башня Пизанская башня Лепизанская башня Лепизанская башня Слишком ровно стоит Я же сказал Чудеса света Знаменитое сооружение Это Александрийский Маяк Или Форусский Маяк Играем Пирамиды Хеопса Да И Сфинс Конечно же Возле них Притаился Великолепный 15 очков Заработало Играем С вами Великая китайская стена Великая китайская стена Конечно же Лиза Прошу Эфирова башня Эфирова башня У нас своя есть О, еще одно из чудес света И программа подвисла Три, две, одна Колос Радосский Колос Радосский, да Десять школ на подборе Елизавета Жот Римский амфитеатр Как он называется? Тиртежа Три Две Одна Я рыдаю вместе с вами Римский колизей Колизей, конечно же Отлично Вот они сейчас на подборе сработали Прошу Иисус Христос в Рио-де-Жанейро Да, Христос Искупитель в Рио-де-Жанейро Абсолютно точно Браво Лиза, ваш череп Пизанская башня А вот это Пизанская башня Я продавал идея найти такой рисунок, где бы она стояла прямо Но вот не нашел Пизанская башня Хорошо Играем с вами Тишина Тишина В зале Все умные Три Две Одна Я не могу дальше ждать Тише Тишина А вот этот мавзолей Шах Джихан построил для своей жены Мумтаз Махал Это Тадж Махал Конечно же Одно из современных чудес света Прошу вас, Лиза Национальная библиотека Где? В Минске Что вы говорите? Это правильный ответ Лиза, а вы знаете, что сейчас вы совершили маленькое, но очень такое красивое чудо? Вы вывели школьную команду вперед в бою со студентами 130 у школьников, 120 у студентов Играем! Риск игра Настя, самый сильный игрок Самый мощный, самый спокойный, самый эрудированный Кто это? Я пойду Понятно? Я пойду Капитанский бой, вперед! Итак, риск игра 20 очков за правильный ответ 0 за молчание Минус 20 за неправильный ответ Ну, вот, риск игра Рискуем Естественно, вопросы соответствуют темам нашей игры дуэль Поединки Поединки этот герой Твардовского оглушил немца гранатой Незаряженной гранатой Теркин немца слева шмяк Немец охнул и обмяк Какой еще замечательный герой Александра Твардовского И Василий Теркин, разумеется Не рискнули Играем Удивительное существо Славяне Не советовали будить это Одноглазое существо Пока оно Спит Тихо Лихо Не буди, Настя, лихо Пока оно Спит Тихо Браво! И вы на 10 очков Впереди школьников Играем Точные науки Орбита планеты Это эллипс В одном из фокусов Которого находится Оно Оно Илья? Солнце Солнце, браво! Теперь вы Среди Страны и континенты Гардарика Страна городов Так древние Скандинавы Называли А что они называли? Какую страну? А называли И так Русь Древнюю Потому что Не деревни там были А красивые И хорошо укрепленные Города Гардарика Страна городов Это Русь наша И решающий вопрос Умные мысли Последний вопрос Тимирязев Нужно знать Обо всем Понемножку А вот о немногом Нужно знать Что? Прошу, Настя Ничего Ничего Увы, Илья Все Все, да И это все Ай, ла, ла, ла Я, нет Ну это не те аплодисменты Когда школьники Выиграют у студентов АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Заставили понервничать Как говорил Третьяк Валидольная игра Но тем не менее Очень равная Очень достойная Очень сильная игра Вашу руку, Настя Ой, холодная совсем Я поздравляю вас Вы держались Блестяще Мецо Мецо Великолепная игра Ну Не ваша вина Что вот такие монстры Правоведы Вам попались Глядя в их Замечательные глаза И глядя Наверное В ваши глаза Дорогие зрители По ту сторону экрана Я хочу напомнить Главный Девиз нашей игры И главную ее цель Ведь не только Поединки Не только Нервы Не только адреналин Это еще Новое знание Так что Как всегда Смотрим Пятерку Получаем десятки Играем АПЛОДИСМЕНТЫ